На одной волне с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Как приятно говорить всем доброе утро, особенно когда светит солнышко, когда ощущаешь, что началось лето, как быстро мы привыкаем к хорошему, уже как-то все переоделись, переобулись в летнюю пору, и открываются, мы видим, террасы, кафе, какое-то уже действительно летнее настроение. Хочется верить, что лето для нас будет приятным, легким, безопасным, поскольку, конечно, вирус не дремлет. Вот сейчас мы поговорим о темпах вакцинации. Мы уже знаем о том, что, по-моему, несколько дней подряд более 100 тысяч вакцинированных происходило. Это достаточно большими темпами. То есть мы видим, что темпы вакцинации растут. Вот сейчас мы поговорим... Новости, в принципе, касаемо ковида, появляются ежедневно, это понятно. Сегодня, например, правительство на своем втором физическом, ну, они будут присутствовать на этом заседании, после долгого перерыва будут обсуждать, в том числе, послабление для людей с негативным ответом теста, но вопросов, тем не менее, меньше не становится, и часть из них, конечно же, мы сейчас зададим представителю бюро вакцинации Инге Васильевой. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ой, чуть-чуть погромче бы. Да, очень плохо слышно, к сожалению. Доброе утро. Вот, прекрасно, прекрасно. Инга, на прошлой неделе началась вакцинация детей и подростков. Как происходит процесс? Ну, я вас немного подправлю, потому что вакцинация подростков, именно начало вакцинации, проходила в двух периодах. Первый период, несколько недель назад, началась вакцинация детей в возрасте от 16 до 17. Скажем, это уже не дети, а подростки. На данный момент завакцинировано около почти 15% этой целевой аудитории. На прошлой неделе мы начали вакцинацию детей в возрасте от 12 до 14. И со 2 июня это был старт этому процессу. И на данный момент почти 700 подростков в этой, я не хочу сказать, в этой возрастной категории на данный момент завакцинировано. Из 80 тысяч, если я правильно помню цифры. Да, да, да. Посмотрите, еще не прошло, конечно, и неделю. Этот процесс только начинается, и вообще этот процесс вакцинации подростков с 12 до 15 лет в Европейском Союзе тоже только понемножку начинается с этой недели. Мы одна из первых стран в Евросоюзе, которая начала заниматься вакцинацией подростков с 12 лет. А в чем специфика вот этой группы? Они сложнее идут на контакт или как? Вы имеете в виду именно это цифровые, с цифровой соотношение, или почему именно сейчас началось? Нет, я имею в виду цифры. Вообще, да. Результаты. И вот результаты, вот почему вот с этой группой работать сложнее, проще, вот чем она отличается? Ну, смотрите, дети, начиная с 14 лет, они могут принимать решения сами, без разрешения родителей. Подростки 12-13 лет, это в принципе, в основном, это главная ответственность ложится именно на самих родителей. Это должен быть обоснованный, умный выбор, хотят ли родители это делать или нет. Мы знаем, что, например, есть случаи, когда дети, подростки с 14-16 лет, они приходят на вакцинирование, получают вакцину и, в принципе, говорят, пожалуйста, не сообщайте моим родителям, потому что мои родители антиваксеры. То есть ситуация очень разная. Но вы знаете, темп вакцинирования группы с 12 до 14 лет лучше анализировать, скажем, в каком-то немного длинном… В промежутке времени. Ну, то есть еще должно пройти какое-то время, чтобы делать выводы, да? Да, в промежутке времени, да. Хорошо, а тогда такой вопрос. Статистика показывает тенденцию, в принципе, к снижению желающих привиться первый раз. Вчера, например, новости были, в том числе на портале Микс Ньюс ЛВ. Почему не хотят, чем мотивировать и станет ли это потенциальной проблемой для введения новых послаблений? Вы знаете, в вашем вопросе очень… Он очень такой вместительный вопрос. Во-первых, сам темп вакцинации, более 100 тысяч фактов в неделю, он не уменьшился. И данные за предыдущие дни, они только еще приходят. И, например, за прошлую неделю, я думаю, только в конце сегодняшнего дня или завтра у нас будет полный спектр информации. Но вообще эта тенденция, снижение интереса, она, в принципе, характерна для всех стран. То есть есть свой рубеж, когда ты достигаешь того момента, той кульминации, когда вакцинацию получили все, которые хотели получить в первой волне, скажем. Ну, такой большой интерес. Следующий этап – это уже будет вакцинация жителей, которые хотят, но не уверены. Которые хотят, но, может быть, попозже. То есть они еще принимают свой выбор. И тут возникает вопрос мотивации. То есть со стороны Национальной службы здоровья, например, должны последовать какие-то действия увещевательного характера, призывающие к вакцинированию. Что планируется? Вот те самые пресловутые газеты, в конце концов, она будет, не будет, какие-то другие акции. Мы видим, что в Америке там хот-доги раздают бесплатные, билеты на какие-то мероприятия. Кто что гораздо стимулируют. Ну, вы знаете, да, на данный момент мы достигли, скажем, рубежа одной стадии, переходим в следующую стадию. И тут мы будем немного менять тоже свой подход к самому процессу и к процессу информирования. То есть на данный момент будут запускаться различные проекты в медиа, в масс-медиа, в том числе и тоже в русскоговорящих масс-медиа. У нас на данный момент как раз в процессе процедуры размещения информации, я пытаюсь сказать на русском, я так давно не говорила, если что вы меня подправите, размещение информации именно в русскоговорящих информационных каналах. Потом будет, где-то начиная с начала июля, будет такая большая рекламная кампания, которая мотивирует и призывает вакцинироваться. Но, конечно, еще будут такие реальные действия. То есть сам процесс вакцинации, он приблизится к возможности ближе к самому человеку. Например, с конца следующей недели, мы так ориентируемся, вакцинация начнется в больших торговых центрах. То есть человек, который идет в магазин, он заодно может и вакцинироваться. Будет активизироваться вакцинация, выездная вакцинация, которая в основном, она будет целевая аудитория именно сеньоры, пенсионеры. То есть люди, которые по разным возможностям не могут доехать до небольших вакционных центров или, например, их семейные врачи просто не вакцинируют. Сейчас трудовые коллективы, 25 человек могут пригласить к себе в офис, например, бригаду и вакцинироваться. А вы говорите об индивидуальной выездной вакцинации. Да, я говорю об индивидуальной, да. А вот для, например, больших предприятий, ну каких-то фирм, как это происходит? То есть кто собирает, ну каким образом собираются эти 25 человек, кто ответственен за то, чтобы этот список был? И как это, к кому обратиться, если есть желание? И много ли таких желающих? Вы знаете, конечно, если мы говорим о частных предприятиях, ну или о больших предприятиях государственных, это все зависит от руководства конкретной организации. Я вам могу сказать просто, например, примеры. Это, ну скажем, не бизнес-сфера, а, скажем, сфера культурных услуг. Латвийская национальная библиотека, тоже большой коллектив, который обслуживает тоже много людей. На данный момент там завакцинировано почти 85% трудящихся. То есть это коллектив, они организовали и вакцинацию в самой библиотеке, и часть людей, конечно, тоже сами вакцинировались. Например, Латвийская национальная опера, тоже у них была массовая вакцинация в самом театре. Был конкретный день, был конкретный график, когда работающие конкретные, скажем, театры приходили в театр и получали вакцинацию. То же самое, примеры есть в различных министерствах, в различных частных предприятиях. Процесс идет так, собирается конкретное количество людей и связывается с вакцинационным проектом, и дальше уже идет организация процесса. А если вдруг кто-то, ну знаете, бывает, кто-то записался в список, но отказался, или наоборот, кто-то сначала не записывался, когда уже приехали, или там за день до этого, ну вот, ой, ну почему я вот это не сделал? То есть можно ли, на какой стадии можно присоединиться к списку или вычеркнуть себя из списка? Ну, вы знаете, конечно, нужно рассчитывать, не рассчитывать, а нужно иметь в виду, что каждый флакон – это конкретные дозы, конкретные дозы вакцины. И, конечно, это рассчитывается на конкретное количество людей. Поэтому, в принципе, мы советуем относиться к этому, ну, с большой ответственностью, скажем так. Так, спонтанные решения, если принимаются спонтанные решения, то есть все возможности дальше уже записывать в большие вакционные центры. Ну, или пойти, вот, скажем, в торговый центр, заодно и уколоться. А в торговый центр не нужно будет предварительной записи, то есть действительно можно будет? Вы знаете конкретно информацию о том, как будет проходить этот процесс, мы будем уже рассказывать в начале следующей недели, потому что сейчас мы находимся в стадии планирования. Мы к вашим услугам готовы ретранслировать. Да, у нас есть вопросы с прямого эфира, и у меня есть пара вопросов. Нет, нет, принимаем звонящих. В приоритете, конечно, наши слушатели. Доброе утро. Здравствуйте. Я хотел бы вот у вашего эксперта спросить такой конкретный вопрос и конкретный ответ желательно. А если человек переболел вот бессимптомно или у него были симптомы, он пошел зал тест, а тест негативный, потом ты сдаешь, и у тебя антитела есть. И причем нормально антитела, по лаборатории пока сколько-то минимально, сколько у тебя, и получается у тебя антитела, и прививаться не то, что тебе нежелательно. Сказали даже некоторые, говорят, нельзя прививаться, так как антитела, это прививка ради антител, но они у тебя уже есть. И вопрос такой конкретный, будет ли вот эта справка от врача по поводу антител, или это автоматически ты сдаешь в лаборатории, что у тебя есть антитела, подтверждаешь там официальная справка, и оно приравнивается к этому зеленому QR-коду, или этот COVID-пас, потому что получается какая-то западня. У тебя есть вроде эти антитела, негативный тест был, так что где-то кто-то ошибся, ну, это теория, я говорю, как делать. Да-да-да, понятно. Кстати, и вот исключительное стопроцентное совпадение с тем вопросом, который я хотел задать, люди с антителами и негативным тестом не имеют права на получение COVID-паспорта, будет ли какое-то решение этой проблемы? Вы знаете, я, конечно, не эпидемиолог, я представитель бюро, но в этом вопросе есть две части. Первая часть, что касается самого процесса, будет ли он засчитывать или не будет засчитываться в этот дигитальный сертификат, этот вопрос, он стоит на повестке дня, и, скорее всего, в ближайшие дни будет принято решение об этом. Второй вопрос, что касается самих антител, на данный момент исследования говорят о том, что иммунитет сохраняется 180 дней. Если человек официально не болел, не был у врача, и антитела уже, как говорится, зафиксированы, но попозже в анализах, то нет гарантии, когда происходила эта болезнь. Поэтому, в принципе, советуют вакцинироваться, несмотря на факт, что вы переболели, и у вас есть эти антитела. Конечно, если вы болели, у вас зафиксированный факт, то нужно, если пройдут 180 дней, тогда вы уже можете вакцинироваться. Кстати, в нашей стране эти 180 дней, в принципе, у людей, которые болели, они скоро могут или пройти, или заключаются. Поэтому, ну, вопрос, он до сих пор спорный, до сих пор о нем идут дискуссии, поэтому нужно просто следить за информацией, что принято в кабинет министров по поводу этого вопроса. Но, в принципе, наш совет и совет медиков, в принципе, оценируется. Алло, доброе утро. Да, доброе утро. Можно говорить, да? Вы в эфире, да. Первый вопрос. Человек привился два раза, получил сертификат, если вы его видели, бумажка такая неубедительная, собирается выехать. Вот этой бумажки, ну, сертификат, то есть там английский, латышский, да, как бы все вроде бы законно должно быть. Но еще раз, бумажка неубедительная. То есть, достаточно для выезда, если нет сейчас, недостаточно, то какой дальше алгоритм действий? То есть, как вот этот QR-код, с которым до конца не ясно, и когда это будет ясно у нас в Латвии, с учетом нашей этой идеи. Спасибо, да. Ну, тут, кстати, да, достаточно загрузить этот QR-код и описание прочесть. Там даже написано, что не является документом для путешествий. Это не тождественно зеленому сертификату. Или я ошибаюсь? Вы знаете, такого названия зеленый сертификат, в принципе, уже нет. Он называется и в Европейском Союзе, он будет называться дигитальный сертификат. Ну, как бы он ни назывался, это не наш QR-код. Ну, в принципе, вы знаете, в стадии разработки они имели разные названия. Сейчас его официальное название – это дигитальный сертификат. Я хочу отметить, что он сейчас действителен на территории Латвии с 1 июня. А с 15 июня он уже будет действителен по всему Европейскому Союзу. Но нужно иметь в виду, что не все страны Европейского Союза настолько быстро ввели эту процедуру получения дигитального сертификата. А будут страны, в которых этот процесс будет введен немножко позже, с 1 июля, например. Поэтому, если вы едете в какую-то страну, вам нужно обязательно все-таки посмотреть информацию, подготовлена ли конкретная страна к пользованию дигитальным сертификатом. – Еще сразу звонок. Здравствуйте. – Доброе утро. Тоже вопрос по поездке. Как-то все не совсем ясно до конца. Вот хорошо, я имею две прививки. Вернее, вторую получу – AstraZeneca. Есть информация, что после Pfizer, Moderna, чтобы пользоваться QR-кодом, надо ждать 15 дней. А после AstraZeneca не надо ждать 15 дней, что она действительно прямо как иглу из плеча вытащили. Надо ехать за границу. Надо ли сдавать тест перед поездкой? Надо ли соблюдать изоляцию? Если у меня прививка, вот я вернусь из Эстонии, мне надо поехать в Эстонию на один день. Если я вернусь, надо ли мне соблюдать эти 10 дней самоизоляции, потом в Латвии, если я имею уже две вакцины. – Спасибо. – Ну, знаете, это вопрос, скорее, не больше не к вакционному бюро, а больше уже к НВД или Министерству здравоохранения. Поэтому я более конкретно не могу вам ответить. Но что касается самого получения дигитального сертификата, то да, факт. После AstraZeneca вы уже на второй дозе, но уже на следующий день, а после Pfizer и Moderna через 14 дней, начиная с 15 дня, можно получать этот сертификат. Разрываются телефонные линии. Здравствуйте, пожалуйста. – Доброе утро. – Доброе утро. – Говорите. – Здравствуйте. – Прошла информация сегодня, что этот вирус имеет, и три западные лаборатории официально признали, что вирус имеет искусственное происхождение. Поэтому прививка будет течь нестандартно. Поэтому я не буду прививаться, и моя семья тоже. – Да, спасибо за мнение. – Ну вот об этом Инга Васильева, представитель бюро вакцинации, уже и говорила, что вскоре намечена новая волна коммуникации. – Да. Ну вы знаете, сейчас наша целевая аудитория – те люди, которые, в принципе, они приняли решение, но они еще не дошли до вакцинационного пункта. И люди, которые приняли решение, а может быть, отложить на дольше, потому что, как мы видим, эпидемиологическая ситуация, она улучшается с каждым днем. И, конечно, в основном главная целевая аудитория – это будут педагоги, это будут сеньоры, это будут латгалии и тоже, кстати, медицинский персонал. – Мы успеем еще задать один вопрос? Вот у меня есть, например. – Хорошо, да. – Инга, последний вопрос на сегодня. Признание вакцины с третьих стран, в первую очередь, спутник в Латвии, будет признаваться или не будет признаваться? Вот даже сейчас признается или нет? – Ну, как вы знаете, на данный момент в Латвии используют только те вакцины, которые официально зарегистрированы в Европейском Союзе, в Европейском агентстве по медицинским средствам или лекарственным средствам, если я правильно переведу это название, есть специальная агентура. Если данная вакцина будет подтверждена этим агентством, конечно, этот вопрос, он, скорее всего, будет рассматриваться в Латвии, но нужно ждать все соответствующие решения. – То есть, простите, перебью, уточняющее просто дополнение. Если житель Латвии поехал в Россию, укололся спутником, вернулся обратно, не считается, что он вакцинирован? Ему надо проходить все это по-новой? Или? – По-новой, конечно, проходить не надо. Но, знаете, вы сейчас мне задали вопрос, на который я так хопс не могу ответить, потому что в данном бюро я работаю только пятый день. Есть вопросы, зоны, для меня еще серые зоны, которые… – Простите, простите, я не специально. – Нет, все нормально, нормальные вопросы. – Поэтому, что касается спутника, мы знаем, что это очень актуальный вопрос для русскоговорящих жителей Латвии, но нужно ждать официальных подтверждений из Европейского агентства по лекарственным средствам, и тогда этот вопрос будет рассматриваться в Латвии, не раньше. – Хорошо, огромное спасибо. Мы действительно вынуждены сегодня, несмотря на интерес со стороны звонящих из Ефира, огромное количество звонков. На сегодня хватит, но надеюсь, что с представителем бюро вакцинации Ингой Васильевой мы общаемся не в последний раз. Еще раз огромное спасибо, что были сегодня с нами. Хорошего дня. – И до следующей встречи. – И до следующей встречи. Будьте здоровы. – До свидания. – Вы тоже. До свидания.